здравствуйте дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вам покажу как вязать рюшек давно вам обещала да все забыла скоро у нас начнется сезон вот этих паутинок вот поэтому я их видела очень большое множество всевозможными рюшеками на к в конце вязания вот она видите как бы в конце потом двойной ряд рюшек а на стыке рукава и основного изделия значит давайте по порядку для набор петель вот набор петель для того чтобы получился рюшек должен быть в два раза больше чем основное изделие то есть чем изделие как бы и так у меня здесь 40 петель значит набирала я 80 петель для рюшек а вот они я их набрала и вязала чулочной гладью 10 рядов но это уже на ваше усмотрение это вы уже смотрите как как вам нравится больше меньше есть же воланы большие то есть вы можете вязать большой волан далее для того чтобы получился рюшек нам всего лишь нужно провязать один ряд все петли по 2 вместе то есть половину петель сократить вот таким вот образом вот если этот рюшек у вас в середине полотна то вы я просто пока вижу вам буду говорить то вы вяжете полотно и в моменте как бы присоединения сейчас я вам покажу рюшек вяжите отдельно и потом приз присоединяйте к основному полотну то есть также у нас он присоединяется к рукаву да у кого там к рукаву вместе стыка как бы с основной детали чтобы получился волан как бы на плече ну от плеча вот далее ну и внизу сейчас я вам покажу то есть способ присоединения абсолютно одинаковые бы и во всех случаях вы вяжете если это не внизу воланчик находится то вы вяжете сам рюшек набрав два два раза больше петель вот потом один ряд вы провязываете вот так вот по две петли вместе желательно изнаночный ряд вот видите что я сделала этого делать не надо было надо было без на ночном ряду провязать вот моя ошибка внимание не повторяем значит провязать нужно было без на ночном чтобы в лицевом присоединять то есть по две вместе мы вяжем изнаночный ряд внимание так ну я его сейчас провяжу и покажу просто вам как это все присоединить элемент очень симпатичные легко делается и украшает самое простое изделие без узора лицевую гладью вот этот элемент как бы служит украшением так вот так вот значит основную деталь можно провязать больше рядов до чтобы рюшик как бы вот так вот был расположен можно сделать вот так вот сейчас просто в баре до рюшек это тоже как бы расположение самого рюшика это уже на ваше усмотрение теперь мы просто присоединяем мы будем вязать двух спиц по одной петли одну петлю с передней спицы одну с задней и провязали лицевой здесь у нас вот эту нить девчонки где у меня обрезана я ее привяжу чтобы ничего не болталось вот таким вот образом мы продвигаемся я одеваю спицу с передней спицы как бы петлю на заднюю спицу переодеваем и провязываю две петли вместе лицевой так до конца ряда мы просто соединим два вязаных полотна и у нас образуется красивый прям очень красивый рюшечек сейчас смотрю эти рюшики во всех как бы все используют везде как только могут не знаю связала бы ли я себе чего-то с рюшиком возможно возможно я созрею смотрите как красиво получается нежно красиво если из махера если из обычной пряжи то конечно два слоя рюшиков я думаю да шо ж такое то не нужно делать два слоя хватит и одного ну это я так для примера вам просто так есть вот он наш рюшечек смотрите очень красивенький нежный волшебный все девчонки ну а далее вяжем обычную как бы полотну как 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 угодно то есть в этом случае подразумевается низ изделия если у вас прикреплено в средине изделия то тоже мы продолжаем если это в средине изделия или рукав если рукав допустим то закрываем петли если в конце рукава если валан как бы по окату рукава ну вот так вот девчонки я думаю вы сами знаете куда его и как приспособить этот рюшечек все девчонки на сегодня все с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока пока